На пляже установлены нано-мешки с песком. Так вот защищать наши берега мешками с песком. Это похоже на какое-то зарывание бюджетных средств непосредственно в песок. Забор. Господи, для кого он, для чего он нужен? Ну просто зачем? На пляже уничтожены растения, деревья. Уничтоженные деревья. Вот такая вот территория на дюнах, которая стоила нашей администрации в этот раз 75 миллионов. Тут вообще труп какого-то животного. Будем тонуть чувство. Разровняли, то есть дюны им не нужны. Налетает на берег. Мы увидим с вами самый сильный удар стихии. Никак ситуация не улучшилась. Конечное количество песка на пляже. Усиление западного ветра 20-25 метров в секунду. Порывы до 30 метров в секунду. Высота вон 3-4 метра. Три метра уже есть в море. И это все 5-6 февраля, ребятки. Все только начинается. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас из города курорта Анапа. На календаре сегодня 4 февраля 2023 год. На градуснике плюс 8. Море плюс 8. Ветер до где-то 17 метров в секунду на порывах приходит. И сегодня вам покажу, как приходит конец нашим пляжам. Был шторм века, который разрушил подложку пляжей. Особенно в тех местах, где люди сделали для себя кайф, разровняли. И теперь каждый следующий шторм усугубляет это положение. Вы чувствуете, какой ветер есть. Сегодня мы с вами выйдем в море. Я вам покажу этот шторм изнутри. Немножко так забегая вперед. Хочу, чтобы вы понимали, как важно перечь дюны. В последние разы, когда мы катались, вот здесь была еще небольшая песчаная насыпь. Сейчас море уже даже в этом месте съедает большую часть пляжа. Можете увидеть, как с той стороны подъело, подмыло. Это при том, что сейчас не такой сильный ветер, как был, допустим, ночью. Можете увидеть сами своими глазами, как это выглядит с берега. То есть подъеденные дюны и волны. Вроде бы с берега, они кажется небольшими, но сегодня волны приходили в море выше меня на метр, где-то примерно. Около трешечки были волны. Это немного на самом деле. Мы встречались и пять, и выше. Волны метров. И вот можете увидеть, как вся эта линия береговая подмывается с каждым разом все сильнее. Те домики, я думаю, что мы оттуда и начнем с вами, вообще уже находятся прямо в море. Их очень сложно обойти. Но самая страшная ситуация находится, как раз таки, вот в той стороне, там где была оливковая роща. Она вообще полностью уничтожена. Заливали бетончик и потом устанавливали какие-то элементы благоустройства. И по ним сейчас видно, что пляж ушел ниже. В углублении таких очень много вот мест появляется после каждого шторма. Но, в принципе, и по самим дюнам можно увидеть, что вода приходит, она не приносит песок, а все больше забирает и забирает его. Я думаю, что очень актуально было бы тем людям, кто сомневается в моих словах, посмотреть на пляжи Лоу. Видео будет, ссылочка в описании, о том, как там все уничтожено. И вот то, что у нас сейчас происходит, уменьшается территория береговой линии. При этом сносится дюн уже морем. Как раз таки из-за того, что создается неправильная ветровая нагрузка. Это как раз таки застройка возле берегов. И сейчас здесь мы можем видеть бывший детский лагерь Ракета. Идет застройка, работают короны. И вместо лагеря появится новое что-то высотное. Потому что, судя по кранам, будут объекты не меньше 8 этажей. Но мы посмотрим, потому что у нас обещают только строительство. Но планов объектов мы нигде не видим. Администрация, я думаю, делает все верно. Хорошим, нормальным путем мы идем, я надеюсь. Говорили, что там ветер, море, шторм. Все намоют заново. Люди не понимают, что у нас конечное количество песка на пляже. Так как речка Кубань больше не впадает в Черное море. Весь этот кварцевый песок, который намывало долгие столетия, даже тысячелетия, теперь просто растаскивается по всему побережью моря. И наши залежи, вот эти вот насыпи, дюны, которые являлись аккумулятором этого песка, сейчас постепенно уничтожаются. Прям ведешь и больно на это все смотреть. Потому что, ну, наполовину их посрезало, а то местами их больше. Это детский лагерь Планета. Они, в принципе, тут не занимались уничтожением своих дюн, но рядышком сделала более денежная организация Allian Family. Они разровняли частично дюны, установили домики, которые не убирают. Вот это все повлияло на ветровую нагрузку пляжей. И, собственно, сейчас мы видим, как эти домики подмываются и продолжает море пытаться уничтожить эту пляжную территорию. Очень грустно за всем этим наблюдать. Особенно, кстати, видите, что-то внутри дюны тут было. Особенно, когда с людьми начинаешь говорить о защите дюны, они говорят, а что там дюны, там уже свалка, а не дюны. Ну, так это же все люди делают из золотых россыпей песка, а потом постепенно превращается в перемешку с мусором. Ну, вот, я хотел отсюда вообще начать. Сегодняшнее повествование. Ну, мы от пляжа в восход как раз-таки до сюда дошли. То есть никак ситуация не улучшилась за уже, наверное, около двух месяцев прошедшего времени с того сильнейшего шторма. И, наоборот, только все усугубилось. То есть вы видите, как продолжают подмываться эти строения, которые по факту стоят на территории моря. Ну, и как это все грустно наблюдать. И обидно видеть, что человеки считают, что им, возможно, все. Не надо убирать строения. Ведь ученые Иран не просто так проводили исследования и рассказывали о том, что дюны трогать нельзя, о том, что надо их беречь. Это все было по заказу администрации сделано. А потом пришли какие-то временщики к нам, которые считают, что деньги заработали, а там, как говорится, трава не растет. Представляете, откуда сейчас заходит вода? При небольшом уже шторм. А у нас еще усиление ветра самое сильное впереди. То есть сегодня еще не самый такой сильный удар стихии, а только-только все начинается. Буквально не буду предугадывать, потому что прогноз спускается. Может быть, сегодня ночью придет, может быть, уже завтра в течение дня мы увидим с вами самый сильный удар стихии. Сейчас ветер не такой сильный, как, может быть, хотелось бы, у того, чтобы для катания. Но все равно, тем не менее, волна до трех метров и вот так вот налетает на берег. И домик этот полностью и целиком остается во власти моря. И так происходит, к большому сожалению, на всех пляжах. А видите, как разровняли, то есть дюны им не нужны, потому что дюны не приносят деньги. И вот эта новая стройка рискует быть также затопленной. Потому что видите, как идет дюнный поезд? Тут дырку создали, сюда ветер пошел, начинает нагонять. Видите, рядом вот близлежащие пляжи тоже страдают из-за этого. Нельзя трогать дюны, только максимум какие-то настилы там, на сваях, переходы, чтобы их не повредить. Иначе мы, ну еще даже при нашей с вами жизни, я честно не ожидал, что вот это все увидим. Я предрекал, что так будет. Но происходит уже здесь и сейчас все. То есть разрушается и уничтожается тело пляжа полностью. И те люди, которые вот так вот делают, что, ой, ничего страшного. Потому что я не видел, чтобы были приняты какие-то меры. Ну, мусор пообирали. А так, в основном, как всегда, у нас никто не виноват. Вот тоже строение стоит. Тут уже дошло до дюн. Повторяюсь, это пляж давили, если вдруг вы не узнали. Падают деревья, они погибают. И, собственно, больше держать песок здесь не будут. Вот, вот, дальше, как говорится, следующий шторм придет, займет еще чуть больше. Здесь мы доходим до места, в котором администрация города, не знаю, кто там именно, потому что отшрафовали администрацию, в принципе, складировали водоросли. Вот этот выезд давили. Здесь бывшая ракета. Как раз таки лагеря находятся. И здесь можно увидеть, что мусор у нас, кстати, наводили в порядке. Он пособирали в пакеты, но еще вывезти не успели. И пришел новый шторм. Кладирование его осуществлялось туда-дачи. Здесь была вот такая тоже дюна, небольшой проход. Это все размыло-смыло и штормом уничтожило. То есть стихия не бережет сейчас ничего. Вроде бы, может быть, как-то казалось бы, не стоило бы там собой себя уничтожать. Но, значит, думают, что человек уже сделали слишком много. Повторяюсь, это в первую очередь из-за ветровой нагрузки. И сколько зданий в нашей, как говорится, бытности появилось, которые стоят на берегу, которые меняют именно силу ветра. Потому что она скапливается и идет в какие-то, как знаете, как леечки, направления. А когда вот здесь все будет застроено, мне даже страшно представить, что это было. Не зря. В СССР было запрещено строительство выше трех этажей на побережье Черноморском. А сейчас, ух, смотришь там просто, видите, дома стоят. А человеки могут все, и будем тонуть чувства. Здесь тоже, получается, дырка и прорана. Ну и вот она, свалка, на которую свозились. Возле вид пляжа люди просто платят там бешеные деньги. И они убирали водоросли с берега и увозили их, складывали сюда. Пришли наша прокуратура Азова-Черноморская. Ой, смотрите, тут вообще труп какого-то животного. Фу, могильник на пляже. Что может быть хуже? И решила, что так быть не должно. И оштрафовала администрацию на 75 миллионов рублей. Собственно, это посчитали типа вред, принесенный именно почвам. Из-за того, что здесь происходило гниение этих водорослей. Ну, это, наверное, во время шторма. Я не верю, что они и мусор сюда привозили. Потому что вроде бы такое, наверное, заплывало. Неоднократно из администрации разговаривал на эту тему свалки. Мне говорили, что да вот, это же водоросли. И их надо куда-то вывозить, складировать. И мы не можем их изъять с пляжа. Ну, по идее, размышления правильные. Но по факту, вот такая вот территория на дюнах, которая стоила нашей администрации в этот раз 75 миллионов. Ну, вы видите, никто не убирает. Она как есть, так и осталась. Я думаю, что... Ну, мы с вами не видим масштаб. Просто вот так вот лежит все здесь. Аромат даже сейчас здесь такой не из приятных. Чему это привело в том, что в этом году администрация сказала, что водоросли это био нашего моря. И его убирать нельзя. Поэтому мы трогать не будем. Пускай все будет так, как есть. В море гнить. И там происходить все эти процессы. Говорится, независимо от нас. Потому что потом приходит прокуратура. И штрафуют на 75 миллионов. Их позиция. Я не знаю, как, что, куда и почему. Нас тут и водоросли перерабатывать хотят там забирать. Отдайте их нам только. Их не могут признать биологическим отходом. Потому что, ну, водоросли это часть нашего моря. Гриют, воняют. Терпите. Кайк фути. В этом есть какая-то логика, наверное. Если бы, наверное, меньше попадала грязь из очистных. Вот у нас нету информации о том, что увеличиваются мощности очистных. Чтобы вода кристально чистая поступала в море. А вот строят еще один рукав. Чтобы спускать больший объем очистных сооружений. А вот увеличивать мощность. Я не слышал такой информации. Слышал увеличение насосной станции. Там реконструкция, которая качает на очистные. А вот сами очистные почему-то, наверное, справляются. Будем надеяться. Сейчас давайте вернемся уже после такого количества новостей. Туда, в ту сторону, в пляж Восход. И дойдем до центрального пляжа Анапы. Посмотрите, какой там обзез происходит. И как деньги, которые выделялись там на спорт. Спорт-объекты строились, получается, закапываются в песок. В прямом смысле этого слова. Ух, но все равно смотришь, как звучит волна, ветер. Все это вместе. Такая симфония моря. Какие красивые тучи заходят. Невероятная, конечно, с одной стороны красота, с другой стороны, как все это разносит шторм. И он только усиливается, повторяю. Здравствуйте, как вас зовут? Людмила. Откуда вы? Из Анапы. Местные жители. Местные жители, да. Много лет. Как это у вас такой выходной день на море прогуляться? Очень любим море. Мы без него не можем. Каждый день. Часто бывайте с мной на море. Ежедневно. Конечно. Прогулки делаем такие. Я хочу передать своему сыну большой привет. Он у меня в Чикотке, в угольных копях, в аэропорту работает. Сынок, привет. Мы тебя любим. Спасибо. Хорошей прогулки. Спасибо, Юр. Каправу интервью. Здесь вот вам убиватели наших дюн. Квадроциклы. И, конечно же, они поехали врываться по дюнам. Вот как объяснить людям, что техника уничтожает корни растения, которые пытаются держать еще вот эти вот насыпи песочка. Очень обидно. Вот, видите, выехалось прям на самую дюну, в самый верх. Обидно. Посмотрите, сколько медузок тоже повыбрасывалось сегодня. Наблюдал такую же картину непосредственно на пляже Высокий берег. Мы с эфиром там гуляли. Здесь тоже по всему берегу маленькие медузки. Прошли чуть дальше восход санпарка. Здесь шторм помимо всякого разного повыкидал еще много ракушек. Рапанчики, палочки разные, там мелкий пластик. Здесь тоже можно обратить свое внимание на то, насколько стали уже пляжи. Также огромное количество всяких вот металлических тонных, так сказать, оснований, которые когда-то здесь на пляже устанавливали домики там или еще что-то. Тоже повылазили. И причем песок ушел ниже, чем они есть, сантиметров на 15-20. То есть это насколько ниже стал сам пляж. При каждом шторме, у тебя, как получается, давно уже не было приносящих штормов, не все забирающие, они забирают еще больше и больше тела пляжа. И так, собственно, по всему пляжу. Здесь вообще от дюн не осталось и следа. Это последняя шторма, которые пришли, разнесли уже территорию до конца. Видите, везде эти основания. Сейчас ночью передвигаться по пляжу вообще опасно будет, потому что везде, видите, такие металлические подарочки. Я помню, сколько людей писали, да что вы тут переживаете? Ну, футбольное поле, оно же тоже надо. Посмотрите, там тепло, футбольное поле. Дюн не осталось вообще. Здесь был небольшой бруссер, море туда зашло, разнесло. И теперь здесь затопленная территория. Вот так вот ребята приходят, как говорится, человек говорит, что я хочу делать, как я хочу. Создает на футбольные поля. Вроде бы для спорта, вроде бы для людей. Вроде бы все хорошо. Пригоняет трактора, выкапывает их. Ну, по факту, потом бавах. И дюн нету. Заходит сюда прям в шторм. Ну, клево, что мы, допустим, прям видим, что тут пришли ребята поиграть в футбол. Хоть что-то, да? Ну, в общем, кроме пляжей, есть куча мест в Анапе, где можно сделать футбольные поля, какие-то спортоветы, спортплощадки. А здесь надо сохранять природу. Почему? В других местах нашей планеты, даже России, другие песчаные косы защищают. А здесь вот анапское золото. Они берегут и уничтожают. Несмотря на то, что сегодня много людей прошло, все равно местами очень много ракушки выброшено. Это вот следующий вход. Здесь пляжный поселок находится, территория. И можете увидеть, что в этот раз волны, даже обычные, доходили гораздо ближе. Они перед собой там в этот раз сделали бруссеры с песка, чтобы хотя бы к ним не зашли. Здесь, ориентируясь по вот этому недострою, мы доходим уже до проезда к морю на Золотой берег. Здесь была дюна, вот примерно вот до сюда. Дальше домик стоял, настилы были. А теперь вот так вот уничтоженные деревья. Смотрю, у меня, глянь, аж волосы дыбом стоят по всему телу. Это же просто песец. Мы сколько потеряли с вами на природных наших ресурсах. Это же просто ужас то, что здесь сейчас наблюдаем. Господи, остановись уже, что мы... Меня пугает то, что еще зима не закончена, и у нас очень много даже по весне разнообразных приходит штормов. Но здесь просто место вакханалии. Там, где уничтожалась природа ради строительства спорт-объекта. И вообще ни о чем не думали. У нас администрация пришла, читали, что уже сделали. Я бы, честно, может даже и протестовал бы вообще против этого строительства, если бы знал, что всю территорию обнесут забором. Для меня это просто полный трындец. То есть на пляже появилась просто еще одна территория с забором. Вот он, золотые пески, проезд к морю. А здесь, посмотрите, уже пару месяцев лежит убитые деревья в перемешку с другим пляжным мусором. Из-за этого даже никто не берется убираться и вывозить. Как на это больно смотреть. Ужас просто какой-то. Ну и берется ниоткуда песок. Там не становится лучше, а становится только хуже. И куда идем мы, товарищи? Куда приведет вот это вот все просто безразличие и такое бездушное отношение к нашей природе? Ну и вот теперь вот эта вся территория обнесена забором, там, где люди должны соревноваться. Я изначально думал, что только сами места, спортплощадки будут обнесены, а все остальное будет свободный доступ, проход. Ну, собственно, думаю, ладно, почему нет, для людей делают. А получилось опять забор, сетка. И, собственно, вот такой вот трындец на пляже. Уничтожены растения, деревья. И все-все-все. Видите, да, что сюда спокойно заходит вода, вот она перетекает, все сносит на своем пути. Это я не помню, по-моему, один из тоже из этих объектов, когда строился, они взяли, разровняли здесь дюны, оставили только деревья. Так же самое поступил и Гранд от Телянапа. Тут, как говорится, допомогли, доуничтожали всю растительность. И теперь мы с вами наблюдаем, что волны переходят и топят все вот эти строения. Мои подписчики в комментариях, я выложил пост, как раз-таки о строительстве администрации этой площадки, начали сомневаться, что вот эти вот на сваях сооружения, на которых будут сидеть люди, выдержит такое количество заявленных человек. И вообще, как долго смогут эти сваи в соленом воде, там, с песком прожить. Я, честно, не знаю, не берусь говорить о том, как это будет. Для меня вот сирпом просто по сердцу это вот этот вот забор. Господи, для кого он, для чего он нужен? Ну просто зачем? Ну будут проводиться мероприятия, вот я понимаю, вот там у них был нарисован возле вот этой площадки, там, где будут сидеть люди, смотреть заборчик. Все остальное не было огорожено. А получилось, что они огородили, говорится, еще один огромный участок, и прямо на море, прямо на берегу. Говорят, все нормально, все прекрасно. Вот, все тонет опять. Они здесь брусер сделали, но волны перешли его и затопили опять эту территорию. Опять все стоит в соленой воде. Мне кажется, что это похоже на какое-то зарывание бюджетных средств непосредственно в песок. Именно вот это так я и называю. По-другому я не могу это сказать. Хотелось бы, чтобы все-таки какая-то реакция была, потому что уничтожены оливковые рощи, уничтожены деревья, там, с этого, как говорится, предприятия, бюджет администрации, как за каждое дерево там поступали какие-то средства. Да нахрена тут попробуй вырастить это дерево. Никаких денег, оно, честно, нельзя его оценить просто. Вот опять очередная волна подходит и доходит прямо до сюда. Но сегодня при мне можете увидеть, как заходила вот сюда вода. Это было где-то в середине дня. Вот так вот вода затапливает территорию этой спортивной площадки. Только открыли, уже уничтожает море. Деньги зарыли. Сейчас не буду стоять ждать, через сколько она прибежит. Но понятие, я думаю, вот эта территория дает, да, на то, насколько сейчас люди плохо относятся к нашей природе, которая находится у нас у власти. Я по-другому вот это не могу выразить. Очень бы хотелось, чтобы, может, наш президент обратил внимание. Хотя и губернатор уже приезжал и говорил, что власть у нас, если есть, должен сохранять и беречь. А по факту мы видим то, что видим. Вот хотели бы, чтобы пляжный вид спорта. Ну, сделайте где-нибудь в таких местах, в которых не пришлось бы уничтожать территорию курорта. Тем более, я показывал на бывшей Голубая даль возле речки Анапки. Там всю жизнь была такая площадка. Возьмите ее сделать. Она далеко от моря. Она была приспособлена для этого. Но там, я так понимаю, будет строиться какой-то объект. И там выделить эту территорию уже не могут. А жаль. Здесь другие исполнители, которые тоже разровняли полностью все дюны, все снесли. Теперь это, ну, прям смешно, до боли всех. Штормбека у них тут подчистил очень сильные территории. Я говорю, этот шторм добивает. Смотрите, на пляже установлены нано-мешки с песком, чтобы вода туда не заходила. Пока вроде бы они помогают, но местами все равно волны переходят. Но смотрится это дико и смешно на самом деле. Вот как так? То есть мы теперь будем дальше вот так вот защищать наши берега мешками с песком. То есть природа придумала красивейшие дюны, деревья. А у нас теперь вот мешки с песком. Чтобы вот такие вот бунгало стояли на берегу Черноморском и радовали особо богатых клиентов. Вот так вот, ребятки, подходим, как говорится, в 2024 год. Вот уничтожением Анапских пляжей. И от этого мне прям честно очень сильно коровит. Здесь тоже вот видите, кусочки с песком. Но здесь волны переходят и продолжают подъедать и разъедать берег. Жизнь показывает, как говорится, все те моменты, которые уже случились и еще могут случиться именно в этом ракурсе, в этих красках. Гранд-отель Анапа. Вот прям памятник поставили. Это дюном, которые здесь были, деревьям, которые здесь были. Все уничтожено, все разбито. И вот вам, пожалуйста, как говорится, шито-крыто все, как оно есть по факту. Здесь тоже, видите, вот до песочка дошло, дальше не перешло. А если бы дюны остались, то было бы все хорошо. Фонарики в море стоят. Подсвечивают его. Жуткая картина, ребят. При том, что еще раз говорю, что будет усиливаться шторм, придет еще сильнее. В этот раз, кстати, на голубой дать проезд вода вроде бы не заходила. Но я, по крайней мере, свежих потеков не вижу. Целый кузов собрали мусор в пляже. Жуть. И опять шторм. Опять кучу принесло. Как камеры показать, здесь вот тоже, видите, какие-то сваи повылазили. Видно по фонарям сантиметров 60 ниже, да? То есть выше был уровень пляжа. То есть и здесь прям видно, насколько умельчилась береговая линия. Чтобы вы понимали, вот стоит здесь шатер. Вот тут где-то стояли вообще прям море. Сейчас вот эти все навесы, на которые вы приходили отдыхать. Как у природы все хорошо. Весь мусор с пляжа убирает волнами, ветром все посыпает песочком. А человек, который приходит, мусорит и гадит, и гадит. Ну вот здесь орел, да? Вот до этих дюн и доходила краски вода. А вот здесь находится та самая площадка, о которой я вам говорил. Почему бы это сделать на ее месте? Вот, все хорошо и прекрасно. Это новое уничтожение деревьев и видим затопление. Тут же природа мстит своим душителям-губителям. Доходим до реки Анапка. Я вижу, что и центральный пляж тоже частично подтапливал сегодня. Туда переходить не будем. Здесь у нас настоящая река получилась. Настолько расширила Анапка свои берега. Вот такие вот волны приходят, одна за одной обрушиваются на берег. Я думаю, завтра можно будет прийти, поснимать район центрального пляжа. Что там произойдет за ночь, что будет стихия буйствовать. Центральный пляж, вы можете увидеть, что там тоже довольно-таки сильно выходит вода. Территория подтоплена, но людей с прогулки это не выгоняет. Ну, а что, выходной в день, собственно, не прогуляться. Здесь, мы видим, детей приводят в резиновых сапогах. Они меряют водичку в речке Анапка. Дай бог, как говорится, чтобы не набрали. Очень переживают люди за мост. Будет ли он, не будет. Она никакой информации, честно, вообще нигде в соцсети не просачивалась. Если только она где-то появится, сразу вам об этом расскажу. Сам переживаю, потому что сейчас, может, по-быстрому и прошел бы, сходил туда на центральный пляж. Но довольно-таки далеко получается от этого места. Поэтому будем уже возвращаться по берегу обратно. Сейчас здесь все больше штормом размывает, берегает. Такими темпами, я думаю, море здесь расширит вообще все полностью. Подмывает даже вон то строение. С этой стороны здесь территорию размыло довольно-таки сильно. Зато здесь, смотрите, потихонечку все вот эти ларечки уже поисчезали практически. Ну, вот такая вот ситуация, мои дорогие. Смотрю, что туда вода заходила. И там еще стоит. Значит, все-таки, все, го, здесь стихия довольно-таки сильная. Здесь у нас какие-то электрические провода уходят вниз. Что-то как-то опасненько становится. Ну, а дальше прогулочная зона. Гуляй, как говорится, не хочу, наслаждайся. Мы сегодня посмотрели с вами на деградацию пляжей в городе Курортианапа. Как это все происходит. Вот, смотрите, где-то можно было ставить. Тут освещение, все сделано. Почему не было организовано этот проект именно там, где он и должен был быть по всем канонам. Когда эти ребята приходили в архитектуру, приносили документы, я там тоже каким-то моментом был. Я говорю, ребят, там все есть, делайте там. Я говорю, да-да-да-да-да. В итоге получили то, что получили. А вот эту территорию, как говорится, готовой, большой спортивной площадке так и оставили. Ну, и говорю, значит, скорее всего, здесь какое-то строительство будет. Что-то типа тот же Грант Анапы. И, как говорится, эта территория нужна полностью, чтобы ее разровнять и превратить. То же самое Уйо, которое напротив Грант Анапы сделано. Как вы поняли, все только впереди, все только начинается. С пятого на шестое будет максимальная ветровая нагрузка на наши берега. Ну, а сейчас я вас приглашаю непосредственно в сам шторм, чтобы вы вместе со мной ощутили, что это такое. Накачан кайт, готова доска. Раскладываем стропы, подключаемся и начинаем заходить уже в море. Ребятки, я не катал ровно месяц. Это болезнь, это путешествия, в которых я был, не давали мне это сделать. И сегодня за 20 минут, пока вот этот момент нарезочку снимал, я уже готов был вылазить. Но все-таки в море провел два почти часа. Это было самое лучшее время. Это круче, чем зимние каталки с гор, потому что здесь морской воздух, само море, шторм, брызги, ветер. Это невероятно. Ах, первый подлет и довольно-таки нормальное приземление. Еще даже до сих пор сухое, представляете? Хотя опыт улетел просто в трубу. Все то, что я накатывал, все то, как я прыгал, вообще, грубо говоря, как новичок вышел в море. Я не ожидал, конечно, такого тегресса, наверное, правильно так сказать, обычно прогресс. Ты там начинаешь что-то новое делать, более четко выполняешь какие-то элементы. А здесь у меня вообще ничего практически не получалось. Хотя ветер сегодня был шикарный, стабильный, классный. Кайт выбран был 12-й, ну, возможно, немножко с передозом. Но все равно, как бы, я контролировал. Все было супер просто. Но при этом, вот, и, во-первых, сил не хватило после 20 минут. Но зато побегал от волн, полетал. Сегодня с очень большой скоростью, наверное, на лыжах. Привык к скоростям. И довольно-таки интересно было и здесь разгоняться. Обычно помедленнее катаюсь. Сегодня я позволил себе разогнаться очень сильно. Ну, и были падения. Вот здесь довольно-таки интересный пролет. Я пытаюсь этот элемент выучить, но он бы потом делался по-другому. Когда ты в нескольких миллиметрах над водой пролетаешь, а кайт проходит по небу, там, грубо говоря, с часу дня до 11. Надеюсь, в понятие, о чем я говорю. Разворачиваемся и мочим обратно к берегам. У нас, кстати, недовольно-таки большое видео с морем и штормом. И надеюсь, оно вам понравится. Я раньше снимал больше, сейчас понимаю, что 2-3 галсика отснял. Этого будет достаточно для того, чтобы вставить видео и вам показать вообще, что там творится в море. Волны сегодня приходили выше меня где-то на метр. Мы здесь вначале раскатываемся перед берегом, не выходя за второй лайнап. А вообще за ним, получается, начинаются самые большие волны. Но я не был готов сразу пройти туда, поэтому раскатка проходила здесь, именно на первых вот этих вот раскатах. Тут очень широкие они, очень много места, пространства. Но когда двигаешься правым галсом, которым сейчас мы с вами идем, довольно-таки сложно было перепрыгивать через волны. И во второй части каталки, когда ноги совсем забились, очень часто ловил волну и падал так, бац, видите, перелетел через гребень. Если чуть-чуть неправильно доску поставил, то спотыкаешься. Сегодня вы увидите одно из таких падений. Меня тут сейчас размотает довольно-таки сильно. Но вот тут подпрыгиваем и возвращаемся обратно. Эх, красота, ребят. Ну, это надо испытать, это не передать. Надо еще пробовать другие варианты съемки, чтобы повыше, может, куда-то зацепить камеру, чтобы получше было видно, что там вообще происходит. Ну, мы, как говорится, учимся, стремимся здесь еще убегать от полна. Видите, сзади тут просто кажется, как будто она далеко. На самом деле гребень, рушащая волны, был довольно-таки близко. Развернулся, чтобы не попасть под волну, и начал от них убегать. Вот он, с волны ухожу за мной. Она рушится, спокойно ее обгоняю, потому что, еще раз говорю, скорости очень высокие. Жалко, не получается передать помощь этой камере, насколько вообще волны высокие. Потому что сейчас мы дошли до второго лайнапа, и там волны были выше меня. Тут на видео я смотрю, ну, таких ощущений, конечно, нет. Вот здесь тоже убегаю, убегаю, убегают волны. Мне кажется, такое ощущение, как будто, ну, там, ну, что там, это разве волна? Что ты этого вообще боишься? О чем ты вообще, братан, рассказываешь? Ну, вот оно. Тут я специально замедлил. То есть, представляете, на скорости приличной, где-то километров, наверное, 50, поймать такую кочку и тебя закручивать. При этом тебе продолжает кайт тащить вперед. Вот, у меня сегодня очень часто слетала доска с ног, чего раньше давно таки не было. И я, будет рагом, забрал ее обратно. Сегодня радовало, что ветер в береге, доска далеко не улетала. Вот еще с одной волны лечу вниз, и только гребень, как говорится, меня догоняет. Но здесь как-то чувствуется все-таки, наверное, скорость. Вы напишите обязательно в комментариях, удалось ли вам передать вот эти все эмоции. Удалось ли вам прочувствовать эту скорость, ту, с которой я пролетаю над волнами, по морю. Мне очень, по крайней мере, было бы интересно услышать именно вас. Потому что я-то смотрю на эмоции. Здесь, видите, вообще решил подпрыгнуть, чтобы не уйти под волну, и перелетел. Ну, это очень классные эмоции, когда так все получается. Как-то в голове своей задумал. Вы представляете, с какой скоростью принимаются вообще здесь все решения. То есть ты подумал, что хочешь вот так вот сделать, ух, подлет. И сразу же сделал, и полетел дальше. Ах, море. Опять на вкус, опять все классно и прекрасно. Обратите внимание, насколько далеко от берега. Сегодня один из комментариев читал, там выложил кусочек старта. Говорит, а что там опасного, страшного? Ведь они возле берега катаются. Сегодня большинство галсов было именно отснято возле берега. Второе, потому что не вышел второй лайнап. Видите, здесь тоже провал на именно вот пене морской. И вы видели, как в глаза летит, и везде вообще морская вода тоже специально замедлил, чтобы вы все это прочувствовали. Но возле берега кататься еще более опасно. Если, допустим, провал ветра или еще что-то, падает кайт, он падает в ветке, тебя дергает на них, может порваться кайт. То есть возле берега ты не должен совершить ни одной ошибки. Только уж если там, как говорится, природа, погода сама что-то сделала, но ты должен отработать очень четко. Так же, как у меня кайт, когда в прошлый раз полетел, лопнул баллон, и он повис на фонаре. Но я там сделал все четко, поэтому, в принципе, не пострадал. Немножко не по себе, когда твои самые плохие предположения, прогнозы сбываются. Этого бы очень не хотелось. Ну, все как есть, ребят. Вам всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий. Если вас что-то волнует, о чем-то надо рассказать, пишите мне, буду рад вам помочь. Также благодарю за ваши донаты. Их можно сделать по номеру телефона, который вы видите на экране. 8 988-333-7887. Благодарит. Благодаря им получается переезжать по разным местам, снимать гораздо больше интересного для вас контента. Ну, а сейчас для вас, ребятки, море. Я буду возвращаться обратно. Можете со стороны немножко понаблюдать за моей прогулочкой. Можете со страной. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok